Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, сегодня очень тепло, очень солнечно, сегодня будет красивый стрит-стайл, хотя, опять же, кто во что гораст. Кому захотелось одеться по весеннему, оделись по весеннему, а кто боится замерзнуть, тот, в общем-то, еще в шубах ходит. Этот молодой мужчина привлек мое внимание, посмотрите, как он интересно одет. Это действительно очень смелый и очень современный силуэт, и так захотелось мне заснять его поближе, что я, в общем-то, незаметно, хотя я была одета очень ярко, на мне было красное платье, в тот день я подобралась, чтобы заснять поближе, когда освещение позволяло бы и мне, и вам рассмотреть несколько лучше, и в итоге мое внимание он расценир, как желание познакомиться. Мне потом пришлось переместиться, чтобы, ну, чтобы, в общем-то, избежать знакомств, которые ни к чему не могло привести, конечно же. Что ж, снова кожаные брюки, либо кожаные леггинсы, их очень-очень много, и, повторюсь, не всегда я успеваю заснять, я сама очень хорошо отношусь к кожаным брюкам, и, опять же, мы видим здесь кожаные брюки цвета бордо, любого фасона, любой ширины, любой длины, очень хорошо сочетаются именно с верхней одеждой. Бежевое пальто не теряет своей популярности, единственное, что я хочу обратить ваше внимание на вот такой очень-очень свободный фасон, возможно, под пояс, но он смотрится гораздо-гораздо лучше, чем традиционно приталенное. А вот эта съемка для меня лично интересна тем, что я хотела показать вам, как выглядит среднестатистическая обладательница прекрасной сумки Биркин. Посмотрите, как все просто, и, в общем-то, если бы не сумка, многие могли бы сказать грош цена такому луку, хотя не знаю, сколько стоила куртка, сколько стоили сапоги и так далее. Кроссбек красный очень популярен, очень часто вижу на итальянках, вижу кроссбек красный в вариации бюджетной. На самом деле сейчас у очень многих марок можно найти подобную сумку, ну и также очень часто знаменитые читаемые марки, Гуччи прежде всего, я говорила, что итальянки очень любят. А в этом луке, помимо очень красивых пропорций, хотела обратить ваше внимание на сапоги-чулки. Они очень красиво смотрятся на женской ноге, потому что обтягивают, как раз-таки позволяют наши щиколотки выглядеть очень-очень изящно. При этом подобная обувь может быть любой высоты, она смотрится очень-очень хорошо, также высота каблука может быть тоже любой. И если вдруг мне придется обновить свою осеннюю, зимнюю, весеннюю обувь, я обязательно присмотрюсь к вот такой обуви, даже если она выйдет из моды, не будет популярной, потому что она очень комплиментарна для женской ноги, прекрасно сочетается с юбками, с платьями, прекрасно сочетается с брюками. Очень красивая пара, посмотрите, носки, либо гольфы высокие, темно-синего цвета, то есть цвет брюк смотрится очень-очень интересно. Очень легкий прием. Если у вас есть брюки темно-бордовые, подберите темно-бордовый носок, либо гольфы, и будет очень красиво и тепло одновременно. Очень много мужчин, одетых традиционно в очень классический стиль, и это обращает на себя внимание. Я думаю, что таких мужчин, одетых подобным образом в Италии, чуть больше, чем в России. Пальто-плед, я уже говорила, оно очень популярно. Может нравиться, может нет, я спокойно отношусь на самом деле к пальто-пледу. Ни да, ни нет, кому нравится, почему бы и нет, но сама не имею и вряд ли когда-нибудь обзаведусь. Снова мы видим красную сумку, и эту пару я засняла специально для того, чтобы вам показать в который раз, как может смотреться и выглядеть женщина, которая идет в пальто и которая идет в пуховике. Конечно же, мы обращаем внимание на обладательницу пальто. Это красиво. А на этом видео я хотела обратить ваше внимание на леггинсы, спортивные леггинсы. Я уже говорила, что очень здорово можно сочетать не только спортивную обувь, но и спортивные леггинсы, причем любой длины они могут быть, так называемая вариация бриджика, примогут закрывать полностью на общиководку, как в данном случае, очень необычно, и при этом очень удобно, очень и очень носименно. Брюки-клеш, джинсы-клеш, очень популярны. Юбка а-ля Тутун, здесь называем ее в Италии, балетная юбка, юбка из капрона, даже не знаю, как забыла, называется эта ткань. Тоже очень популярна, много раз показывала. Это мама и дочка. И посмотрите, как здорово смотрится вот с таким пуховиком. Этого мужчину мы еще раз увидим, встретим. Ну, в общем-то, все без комментариев. Посмотрите, как здорово одеваются люди. И в ближайшем видео я скажу, что одна из основных ошибок, которые делают мужчины, но не делают женщины, это держать руки практически постоянно в пальто. Я засняла очень-очень много хорошо и классно одетых мужчин спереди и сзади. Они держали руки в карманах. И то, что, в общем-то, мы видели сзади, было на самом деле не комплиментарно. Не совершайте такую ошибку. А если ваш спутник совершает подобную ошибку, скажите, что он будет выглядеть гораздо лучше, если руки перестанет держать в карманах. И вот то, о чем я говорила в своем прошедшем видео, об индивидуальности. Посмотрите, как все просто, как все странно. Фиолетовые, точнее, лиловые брюки, спортивная обувь, невнятное пальто. Но это та самая индивидуальность, которая привлекает. И это та самая женственность, которая тоже привлекает. Скоро я выпущу видео о том, как не выглядеть городской сумасшедшей. И речь пойдет снова о женственности. Здесь все без комментариев. Я очень часто вижу эту сеньору. Ей хорошо за 50. И посмотрите на ней кожаные леггинсы. И это смотрится очень хорошо, очень здорово. Я рекомендую обратить вам внимание на кожаные брюки, либо из эко-кожи, широкого фасона, либо узкого фасона. На самом деле, для, в общем-то, верхней одежды, на мой взгляд, это очень и очень хорошая компоновка, хороший ансамбль. Здесь, конечно же, я снимаю помимо классного лука, брюки со стрелками. Брюки со стрелками смотрятся очень хорошо, укороченные. Плюс шуба и спортивная обувь. Я, конечно же, снимаю знаменитую сумку Келли. Вот так выглядят обладательницы сумки Келли. Зачастую, посмотрите, какой простой лук. Все, в общем-то, достаточно стандартно. Здесь мы видим потрясающую многослойность. Рубашка плюс жилетка, плюс пиджак, плюс пальто. Это очень хорошо смотрится на мужчинах, хотя мужчины не любят одеваться, как капуста, но подобные расстегнутые луки очень хорошо могут смотреться и на женщинах. Дорогие модницы, возьмите на заметку. А здесь я хотела показать вам, я хотела показать вам шелковый платок. Посмотрите, как он облагораживает, ну, на мой взгляд, облагораживает достаточно простой и тривиальный лук. А пальто такого фасона я уже неоднократно называла невнятным фасоном, потому что прямой крой, невнятная, на мой взгляд, длина не всегда комплементарная, плюс она разбивает очень часто силуэт на две ровные части, этого всегда нужно избегать. Но, тем не менее, итальянки очень любят такое пальто. А вот недавно зрительница спрашивала, какой шарф можно купить голубому пальто. Я лично порекомендовала темно-синий. Посмотрите, темно-синий свитер, на мой взгляд, прекрасно смотрится с голубым. Вообще, голубой цвет очень легко сочетать. Какой бы шарф вы не выбрали, выбирайте прежде всего, чтобы он был вам к лицу и носите с удовольствием. До этого прошли молодые итальянки и за ними сразу я сняла этих прекрасных сеньор. Это тот случай, когда даже в простом пуховике ты можешь выглядеть более интересно, чем в пальто. Это, опять же, то, о чем я говорила в видео, почему молодые итальянки одеваются, на мой взгляд, не очень хорошо. Уж точно не так классно, не так выигрышно умеют компоновать и сочетать вещи, как их бабушки, как их мамы. Обратите внимание на сапоги. Мне кажется, очень здорово. Этой героине слегка за 50, но со спины, я думаю, никак не дашь и никак не скажешь. Я часто говорила о том, что бомбер – это, на мой взгляд, та одежда, которая молодит. Она делает нас более спортивными, отсылает, опять же, мыслями к тому, что ассоциируется с молодостью, с силой, со здоровьем. И я сама очень люблю бомбер. На мой взгляд, бомбер прекрасно сочетается. А это опять пример того, что да, нужно останавливаться у витрин ювелирных магазинов, потому что никогда не знаешь, когда понадобится точно знать, что ты хочешь в подарок на 8 марта, на день рождения, либо на Новый год, либо по любому другому поводу, когда появится желающий тебе что-то подарить. Хочу обратить ваше внимание на образ справа. Посмотрите, как интересно. Пальто по пропорциям занимает на силуэте больше объема, больше места. За счет этого образ смотрится гораздо более выигрышным, чем мы видели до этого. Но здесь, в общем-то, все без комментариев. Шарф, палантин, как я люблю. И, внимание, здесь два платка. Я тоже так часто ношу. И могу сказать, что шелковый платок, который вы можете носить вместе с самым обычным шарфом, шерстяным, тоже может смотреться очень-очень хорошо. А здесь мы снова видим длинный шарф, который не заматывается, который остается вот таким образом свободным. Это тоже очень красиво. И самое главное, это очень функционально, потому что это позволяет нам не мерзнуть, если наша верхняя одежда расстегнута. Мне очень нравятся спортивные кепки, которые мы используем в качестве головного убора, когда он еще требуется. Но в отличие от этого лука, где кепка используется в компоновке с пуховиком, очень классно и здорово. Такие кепки смотрятся с классическим пальто. И в ближайшем видео я покажу, как это можно носить. Здесь же хочу обратить ваше внимание вот на такие брюки, вот такой неоднозначной графичной расцветки. Посмотрите, принт сочетается по цвету с обувью, точнее повторяется цвет в принте и в обуви. И также более светлый, бежевый оттенок, он повторяется в цвете пальто. Это тот способ, когда мы можем беспроигрышно закомпоновать принт, сложный принт и выглядеть очень гармонично. И наш образ будет тоже очень-очень красивым. Ну что ж, дорогие зрители, на этом с вами прощаюсь. Вот, кстати, я снимала в день Святого Валентина. Это был единственный мужчина, который шел с цветами. Принт Али Виталия отмечает день Святого Валентина, но скорее да, чем нет. Но его, конечно же, отмечают люди, которые причастны к этому дню. Это день влюбленных, это даже не день любящих, это не день семейных пар, это день влюбленных, то есть людей, которые вот-вот только что влюбились и, возможно, скоро поженятся. Соответственно, в Италии, в общем-то, этот праздник любим, но не настолько популярен, на мой взгляд, как популярен он в России. Желаю всем хорошего настроения, желаю всем солнечных дней, желаю всем поскорее тепла, ну и самое главное, конечно же, фэшн настроения. Я же на этом с вами прощаюсь, увидимся очень скоро. Всем пока-пока!